Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь очень рады встретиться с вами на программе по изучению Библии. Мы продолжаем читать книгу псалмов и искать важные уроки для себя. Сегодня речь пойдет об особенной роли книги псалмов в молитвах верующих. Стоит ли цитировать псалмы во время переживаний? Может ли многократные повторения псалмов уберечь нас или наших близких от беды? Не кажется ли вам, что псалмы, в которых так ярко отображается разочарование, падение или сомнение, лучше вообще не читать? Об этих и многих других вопросах мы сегодня поговорим. Как всегда, не забудьте поставить лайк этому видео, написать комментарий и подписаться на наш канал. Ну а мы начинаем! Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы можем изучать Твое Слово, Господь. Как и урок этот называется, мы просим, что Ты нас научил молиться. Мы изучаем Твои псалмы, и для многих они очень дороги, Господь. Но дай нам больше ясности, больше понимания, чтобы мы были ближе к Тебе. Мы просим. Аминь. Аминь. Здравствуйте, дорогие братья. Рад, что мы вновь можем продолжать наше с вами исследование. Итак, первый вопрос, который хочу задать. Он вот такого характера. Пока что не говорим о молитве. Какую роль псалмы играют в вашем поклонении Богу? Это вот такой лично вам вопрос. К сожалению, я думаю, небольшую. Проблема заключается в том, что есть классика. Допустим, 21-й псалом, Господь пастор мой. Или несколько псалмов, которые христианам очень близки. И они используются. Но их очень много, псалмов. И, к сожалению, нам сложно их читать. Потому что рифма, перевод, оно утратило оригинальный вот этот момент. И, к сожалению, не всегда нам легко даже читается псалм. Это мы должны признать. Поэтому, к сожалению, даже я смотрю свои личные жизни. Ну, в принципе, там несколько псалмов, которых я люблю читать и повторять. Но это так, на пальцах можно пересчитать, к сожалению. У меня очень близкие отношения с псалмами. Не знаю, как это так сложилось. В прошлом я расскажу в следующем сегменте, как я читал псалмы, какую систему я использовал. У меня сейчас такая практика, что я каждый день беру один псалом. И когда уже все дома спят. Сейчас у меня перешла фаза жизни, такая к вечеру, к утру. Вот. И я этот псалом читаю именно вслух. Как бы, независимо, какой он длины. И читаю его правильно, грамматически, не спеша, вдумываясь в слова. И это во время моей молитвы. И обычно это вводит меня в такое особое состояние. И даже вот я помню, несколько месяцев назад было очень-очень сложно. Как бы обстоятельства были такие. И, ну, бывает, не находишь утешения ни в каком другом человеке. И с отцом разговариваешь, и ничего не находишь. И с женой разговариваешь, ничего не находишь. И вот такой был опыт, что я просто расплавился. Такого у меня, я даже не помню, когда у меня какое-то было. Прочел псалом, и просто у меня вылезло все. Я ревел там, вот буквально, хороший там, полчаса. Вот, буквально вот, и все вышло, и как будто я исцелился. Вот такие вот опыты бывают. Так что я очень отношусь положительно и открыто к использованию псалмов непосредственно в молитве. Потому что они дают слова. Они дают правильные слова. Потому что бывает во всей своей искренности, со своей открытостью, нет слов. Просто нет слов молиться. Потому что что я еще ему скажу? Особенно понимая, что ты уже все обмолил в своей жизни. Ну, что еще сказать? И ты понимаешь, что ты хочешь быть в его отношениях. И они дают вот это вот, то, чего нету, как бы. И надеюсь, что у меня такая практика продолжится. Как бы мы с семьей детей, я пытаюсь заучить, как бы уже со временным переводом некоторые, ну, классику, говорится. Потому что меня родители учили классики, чтобы они более-менее знали, как бы в момент сложный какой-то, Господь пастырь ему, или псалм 90-й, а псалм 1-й, чтобы они, более-менее у них было уже что-то там. Так что вот это вот практика. Спасибо. Я в своей жизни и обращаюсь к псалмам, наверное, равнозначно, как к другой, любой другой книге священного писания. То есть я не музыкант. Мне нравится история, мне нравится нарратив, повествование. Некоторые псалмы, такие как «Псалмы проклятия», я вообще, как бы, в общем-то, несколько раз прочитал для себя, сделал определенные выводы и пошел дальше. Ну, бывают такие моменты, когда больше их читаешь, когда меньше, но так, чтобы каждый день я использовал псалмы, нет. Я не знаю. Мы сталкиваемся с тем, что вот в христианских кругах есть люди, которые считают, что вот псалмы – это молитвы. И вот если ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал, то именно псалмы надо читать. А иногда так бывает, что даже говорят, вот если ты прочитаешь несколько раз тот и тот псалм, то вот это каким-то образом может повлиять на твою жизнь. Как вы относитесь к такой точке звенья? Как я упомянул в предыдущем вопросе, мне кажется, что для многих большой компонент – мы не знаем, как молиться, и мы не знаем, что сказать. Особенно, когда определенные обстоятельства, это беда какая-то или горе. И вот псалмы дадут эти слова, которых нет. И это большой компонент, и очень часто это нужно. Но мы все понимаем, потому что если мы протестанты, и мы верим Богу, что наличие или количество слов, порядок слов какой-то, он, по сути дела, не имеет значения такого. Это нечетки, которые мы должны там что-то сказать, и что-то произойдет. Бог не считает там, как бы, эти слова. Так что мы это понимаем, что этого не произойдет. И как бы, если люди верят в это, но это же другой вопрос, почему они в это верят. Но как мы, это органичный текст, он дает слова тогда, когда их нет. Хочу обратиться непосредственно к псалму. 43-й псалом. Мы уже говорили о том, что псалмы, они очень разнообразны по своему смыслу. И почему разнообразны? Потому что люди писали их в период каких-то особенных переживаний. Ну и так как, скажем так, палитра переживаний, она с поколениями не меняется, то мы и находим, что некоторые псалмы, они нам более близки в какой-то один период времени, другие более близки в другой период времени. И вот 43-й псалм. Несколько слов о чем этот псалм, и как вы думаете, кому он был бы поддержкой сейчас? Ну, библейский текст нам показывает, что человек, произносящий эту песню, эту молитву, скажем, этот диалог, ведущий с Богом, это кто-то из сыновей Кореевых. И разговор идет о том, что происходит битва или произошло сражение, в котором израильский народ терпит поражение. И автор задается этим вопросом, Господь, что происходит? Он говорит, мы слышали о тебе, наши отцы рассказывали, как в былые времена ты своей рукой побеждал. Интересно, что в этом псалме он человек очень посвященный, потому что он возлагает надежду на Бога. Он говорит, что, Господи, все, что было прежде, все города, которые мы получили, и эту землю, которую ты нам даровал, это не нашим мечом. Мы не уповаем на этот меч, мы надеемся на тебя. И всегда ты благоволил народу своему, и ты превозносил его над эзрическими. А потом начинается другое богословие от него. Вот 10 текст, он говорит, но ты отверг нас и обрек на поражение с войсками нашими, ты не пошел. И он описывает эту тяжелую ситуацию, в которой находится сейчас народ. И если я сравню с текстами Давида, допустим, Данила, вспоминая, когда он молится в Вавилонском плену, и он говорит, Господи, да, мы заслужены здесь, потому что согрешили мы, отцы наши, мы здесь заслужены. То автор этого псалма говорит, нет, Господи, мы не забыли имя Твое, мы не поднимали наши руки к другим богам, и кому как не тебе об этом знать. Поэтому мы уповаем на тебя. Сегодня мы смотрим в лицо смерти, нас за овец держат, которые обречены на заклание. Так ты же пробудись, сколько ты будешь спать, Господи. Давай воспрянь навеки. Вот, то есть это контекст той ситуации, которая находится в этот человек. Этот контекст применим каждому из нас. Да, может быть, мы не на битве, но у каждого из нас есть одна реальная жизнь, и в ней есть сложности, есть трудности. Если мы вспоминаем свои былые победы или свои пути, которые нам вел Господь, мы имеем полное право сказать Господю, что все, что есть у нас, все, чего мы достигли, это не наших рук заслуга. Хотя мы имеем способности, мы прилагали усилия, но мы на тебя уповаем. Ты помог нам это совершить. И, конечно же, благодаря прошлым победам, которые Бог одерживал ради нас, мы имеем преимущество Него просить и надеяться, что будут и будущие победы. Человек, в жизни которого, как он понимает, несправедливые страдания сейчас происходят. Потому что он Бога не оставлял, другим богам не поклонялся, а Бог как-то оставил. Он не видит Божьей руки в своей жизни. Слушайте, но как заканчивается псалом? Он находит для себя какой-то вывод, выход из тех обстоятельств, в которых он оказался? Хотелось бы заметить, если бы в этом псалме, если бы у нас была такая практика, вот как первые 10 стихов, где он вспоминает былые дела, то, что сделал Бог. Если бы у нас была такая практика в контексте сложной молитвы, какой-то беды, сделать список, я приведу пример, например, даже смешно на себя, с себя смеешься, стоишь, когда все спят уже дома, когда ты молишься, ты стоишь в своем доме, в избытке, ты стоишь, облокачиваясь на свою собственную машину, которая очень хорошая, ты только что приехал от работы, из работы, где у тебя есть работа. И ты молишься, прося, о какой-то беде. Понимаете, как это выглядит? И вспоминай особенно, если мы будем так вспоминать, Господь, ведь ты же меня довел до этого, ты мне вот это вот дал, ты мне вот это дал, ты нас провел. Ну, как бы если сравнить нашу вот мизерную жизнь, по сравнению с, ну, не то, что мизерную, как бы, нашей жизни не сравнит тот стиль, который был тогда у них, и как у нас сейчас, то вот в таких обстоятельствах нужно это упоминать. Человек посмотрит вокруг, подожди-ка, так Бог же был со мной всегда, я воспользуюсь его обетованием, и он будет со мной сейчас. И псалом этот чуть-чуть напоминает диалог Иова до определенного момента, понимаете? Вот он точно так же ищет, он уповает, может быть, нет друзей, которые рядом, но заканчиваются очень красивые друзья. Да, он заканчивается, что, ну, нет такого хэппи-энда, что и тут явился Господь, и язычники были повернуты, но он заканчивается огромной надеждой. Он говорит, спаси нас, Господи, по любви своей неизменной. Иисус закончил свою молитву в Гевсиманском саду непрямым ответом. Он говорит, Господи, но если воля Твоя, я эту чашу понесу. Вот нечто подобное мы наблюдаем в этом псаломе. Да, Господи, вокруг тяжело, язычники давят, и, возможно, даже мне придется, вот он говорит, смерть смотрит, я смотрю смерть тебе в лицо, мне придется даже умереть. «Но я уповаю на Твою неизменную любовь». То есть надежда этот псалом заканчивается, каким бы тяжелым он ни был. В этот момент как раз я хотел подчеркнуть, что он не нашел выхода из обстоятельств, в которых оказался. Но то, что он не видит выхода сегодня, это не отворачивает его от Бога. Все равно надежда и упование его, она в Господе покоится. Я так думаю, что, наверное, те люди, которые сегодня находятся в похожих обстоятельствах, должны понимать, когда мы будем в таких обстоятельствах, мы тоже должны будем понимать, что главная цель Бога – это спасение каждого человека на этой земле. И если, как Давид скажет, нужно пройти долиной смертной тени, то не убоись, потому что ты Боже со мной. То есть мы должны понимать, что Бог проходит с нами этими обстоятельствами. Он никогда нас не оставляет. Если сегодня день заканчивается пасмурно, то, наверное, есть на это какие-то причины. Но я ложусь в надежде на Бога, что завтра, если будет его воля на это, он подарит новый день. И надеюсь, что в этом дне солнышко все же взойдет, и проблема будет решена. Я бы перефразировал. Я бы не сказал, что Бог, мы уходим с молитвы, не зная ответа или как бы не видя пути. Сам факт молитвы плюс наша вера – это и есть выход. Получается, это и есть выход. И уникальность, когда молишься с детьми, или сам понимаешь, что сам механизм христианина – найти ответ – это уже есть ответ. Вот как люди, безбожники, живут, это же тупик. У нас никогда нет тупиков. У нас никогда его не будет. Потому что если сердце стоит правильно перед Богом, Бог всегда выведет этого тупика. Так что заканчивая молитву, в принципе, говорить «Господь, все, я закончил, путь придет, я его, может быть, не вижу». Мы не видим его, но ответ уже есть, просто потому что мы воззвали и верим. Очень хорошие мысли, спасибо большое. Ну и еще один вопрос. Слушайте, я уже говорил об этом чуть-чуть в начале, но хочу, вот именно тут есть деталь, на которую хочу обратить внимание. Я был свидетелем таких моментов, когда в очень критический момент жизни человек начинает просто повторять «Господь пастырь мой, Господь пастырь мой, Господь пастырь мой». И вот это, ну, это выглядело чуть-чуть даже жутковато. Да? Потому что человек, мне так казалось, что человек относится к этому как к какому-то заклинанию. И если ты, чем больше ты повторяешь вот эту фразу, тем более действенной она будет, и вот он сейчас явится, и что-то произойдет. Как вы думаете, вот такое частое повторение каких-то отрывков из Библии, или очень часто это именно псалмы, оно нормально когда-то происходит в жизни человека? Ну, вообще это сложно сказать, потому что состояние души, в которой находится тот или другой человек, который это делает, сложно понять и оценить его ситуацию, потому что ты, ты это не он, понимаешь? И осуждать такого человека мы не имеем права. Я, допустим, как бы не за то, что повторять, но прочитать несколько раз без проблем. Потому что, допустим, я тоже имел определенный период в своей жизни, где я проходил «Долины смертной тени», то 21-й псалом, это была огромная поддержка, я его повторял, читал, и когда переживали мы за что-то, то мы всегда обращались. Да, мы не говорили «Господь пастор» тысячу раз, но мы минимум 5-6 раз могли прочитать, я мог вспомнить и ночью, и днем, потому что действительно состояние, в котором мы находились, оно было «Долина смертной тени», и оно очень было близко, вот это понимание того, что там описано в 21-м псалом. Спасибо. Вот то, что вы упомянули, вот этот вот такой акт, что люди так делают, мне кажется, это более, там двойной подход есть. Если мы подходим к псалмам и говорим, что этот повтор имеет духовное влияние какое-то, я думаю, что многие согласятся, что нет такого эффекта, ну Бог, как говорил мы раньше, ну нету Бога, там считалки слов, нет многословия, да? Многословия, Бог не считает слова, чтобы после количества слов кто-то сказать. Но с другой стороны, по личному опыту знаю, что псалмы, особенно зная определенные фразы, не то, что это самопрограммирование, сейчас знаменитое такое, ты сам себя, это чисто на уровне своей собственной психологии, это не духовный компонент, ты сам себя подбадриваешь правильными словами, Господними словами. Вот с этим я бы согласился. Конечно, не в том, как бы, в примере, как вы сказали, а более как сам себе подтверждаешь, Господь, я подтяню твоих крыл, я же подтяню твоих крыл, но я же подтяню твоих крыл, как бы сам себя успокоил, вот в этом я вижу большой смысл. Я думаю, что все должны быть, мы достаточно ознакомлены с псалмами, чтобы у нас были вот эти вот библейские рычаги, которыми мы можем сами себя успокоить, потому что спокойнее потом становится. Конечно, Дух Святой пользует психологию, он успокаивает, это работает, но каждый должен найти это сам в себе. Что интересно хотел отметить, мы в прошлом уроке как бы пропустили этот момент, где описывается, что очень часто в псалмах используют паузу. И я бы сказал, что иногда, вспоминая псалом, лучше помолчать, потому что Господь может передать тебе в этот момент намного больше, ты можешь намного больше понять, чем ритмическое повторение, потому что ты думаешь, что что-то это изменит, или что-то это повлияет. Поэтому недаром там были паузы, потому что они помогали после псалма подумать о том, что псалом говорит. В послании Ефес апостол Павел напишет, наставляйте друг друга словами псалмов, гимнов и песнопений духовных, и прославляйте его имя под аккомпанемент. Количество раз нужно не нам, вернее, не Богу, оно нужно нам, потому что, когда мы произносим эти слова, мы еще раз и еще раз, бывают такие состояния твои, когда ты не слышишь и нет никакой надежды. Ты сам себя еще раз утешаешь и опираешься на эту надежду. Как многие люди берут обетование Священного Писания, просто произносят их, чтобы довериться. Сейчас я хочу попросить вас открыть 21-й псалом. Мы переходим к такой, как бы сказать, черной линии, потому что иногда, хотя Саша сегодня вспомянул уже еще более сложный момент, когда мы находим псалмы проклятия, и это отдельная даже тема для разговора, но тут мы будем говорить о обстоятельствах жизни, когда, ну, все очень сложно. И вот, каким образом псалмы должны помогать нам при этих обстоятельствах, об этом хочу и поговорить. 21-й псалм, пожалуйста, о чем там идет речь? Может кто-то хочет прочитать какие-то пару текстов, отрывок небольшой, пожалуйста. Ну, как и начинается, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это вот чувство, когда ты оставлен, когда ты один. Я же червь, я не человек, поношение людей, презрение, все видящие ругаются надо мной, как бы меня никто не признает. Я одиночество, отвержение, одиночество, вот низость, что даже Бог от меня отступил, вот, темные обстоятельства, враги вокруг меня, вот меня сейчас поглотят, не то, что от меня отказались, а вот буквально меня сейчас уничтожат. Вот такое вот состояние этого псалмана. Ну, вам не кажется, что такие тексты Библии, ну, они очень трагичны, они не вдохновляют? Ну, ты знаешь, что Библия, она очень реалистическая книга. Она не описывает все в красивых таких красках и говорит, ну, вот царь Давид, вообще был такой парень хороший, у него все хорошо было, без проблем. Здесь Давид изливает свою душу. Он что-то переживает в жизни, он тяжелый момент в своей жизни переживает, и он изливает эту душу перед Богом. В принципе, здесь огромный урок для каждого из нас, что нам нужно не молчать. Если нас что-то болит, если мы за что-то переживаем, если есть трудность, мы должны изливать Богу и задавать вопросы, и спрашивать Бога, и говорить ему. Даже такие моменты, как говорится, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? То есть, ну, как бы, с одной точки зрения, с другой точки зрения посмотреть, ну, как Давид такое мог сказать, ведь Бог всегда рядом, да, как это так? Ну, видишь, душа Давида чувствовала так, поэтому, если вы так себя чувствуете, говорите Богу, будьте искренны, не прячьте то, что вы хотите спросить у Бога, спрашивайте напрямую. Важно не то, чтобы мы были правильны и праведны, а важно, чтобы мы были искренны и открыты перед Богом. Говоря о темных нотах, да, вот, многие из нас мажорные, многие из нас минорные, да, вот, я минорный человек, например, да, и для меня эти псалмы, они очень много говорят, потому что, естественно, как бы, я больше закроюсь, ну, надо, каждый человек должен понимать сам себя, да, если, ну, многие из нас, как бы, более светлее по жизни, смотришь на них, они радуются жизни, как бы, и не могут горевать, как говорим мы, все, все те, у каждого свой темперамент, да, но, когда мы понимаем, что это выражает, вот, состояние этого человека, но, опять, здесь не говорится о характере человека, здесь говорится о реальных, как бы, событиях, и в самую сложную, минуту здесь на земле, Христос вспомнил слова с этого псалма, так что, первое, что, как он апеллирует этот псалм лично к нам, зависит, бывает, от нашего характера, да, может быть, легкий человек, которому ничего не нужно, он пропустит псалм, прочитал, вспомнит Христа, и все, и пойдет дальше, а другому человеку он больше ближе, и второе, человек, кто прошел долину смертной тени здесь на земле, как мой отец говорит, ты прошел пустыню, пустыня, это одиночество, вот это отвержение, этот голод, это сухость, когда ты прошел, ты поймешь, что это значит, ты понимаешь, на самом деле, вот что это более-менее было ближе, ну, по крайней мере, ближе, чем тот человек, который не прожил это, прожил пузырье всю свою жизнь, и не знает вообще, что такое духовное страдание, и где нужно воевать буквально за свою душу, ну, от смерти, как бы, это тоже нужно учитывать, как бы, обстоятельства, свой характер, и, как бы, ну, опыт. Роман, мне кажется, что большинство людей в этом мире живут так, как описано в этом псалме, мы с вами прекрасно понимаем, кто князь мира этого всего, и псалмопедности, не только библейский автор, они напишут, что наша в этой жизни, она как пар, и в большинстве она проходит в трудах и в болезнях, поэтому именно такие псалмы, они, мне кажется, вот Василий Павел отметил, они наиболее реалистичны, вот в этом наша жизнь, если нет в нашей жизни того, кто поддержит нас, то что будет с нами? Давид, который скитается, потому что он преследуем, потому что он отвержен, несмотря на то, что он Богом помазан на царстве, его духовные поиски, дрязги в семье, у кого этого нет, понимаете, когда отворачиваются друзья, когда тебя никто не понимает, вот, но самое важное для меня, что? Теология этого псалма, вы понимаете, что Бог что делает? Он берет опыт Давида, который он переживает совершенно в другой ситуации, и на опыте Давида он вдохновляет его, по сути Давид описывает ту ситуацию, в которой окажется Божий Сын, вы понимаете? Потому что это один из самых мессианских псалмов всего, всей книги Псалтии, тут прям, прямые аллюзии, по сути Давид описывает свой опыт, являются аллюзией на опыт Иисуса Христа, который потом будет распят, поэтому это величайший псалом, и когда в жизни тяжело, когда ты не понимаешь, что происходит, этот псалом дает силы, и мне нравится, какими словами он заканчивается, он заканчивается таким ключевым словом, это он совершил, слово совершилось, Иисус скажет на кресте, в завершении, когда будет подводить черту, этот псалом заканчивается так же. Спасибо, братья, очень вдохновляет вот это понимание, что сложные обстоятельства жизни, они открывают тебе Бога особенно по-другому, по-другому. Да, я благодарен Богу, что многие из нас не теряют Его из вида и в добрые дни нашей с вами жизни. По большому счету, давайте даже взять нас с вами, как Илья сказал, мы, слава Богу, живем в достатке, мир, покой, ну мы тут что-то сидим и размышляем, что-то ищем, говорим о Боге, вроде бы, но нечем заняться больше. Я благодарю Бога за то, что в доброе время для нас это важно. Но, как вы уже сказали, в сложные минуты жизни Бог открывается по-другому. И понимать, что Он рядом с нами, держаться за Его руку еще сильнее, это большой пример для нас с вами из истории Давида, которую мы находим в 21-м Савме. Но мне кажется, что с другой стороны, я понимаю, если бы Давид не был с Богом или не держался за Его руку в доброе время, то, наверное, он не схватил бы эту руку и в трудные времена. Поэтому это тоже пример и урок для нас с вами и для всех наших зрителей, что надо с Богом быть всегда, а не только тогда, когда сложные минуты в жизни приходят. Тогда это все будет работать и будет результат. Сейчас хочу обратить ваше внимание и внимание наших зрителей на 12-й псалом из книги Псалмов. Это тоже псалом Давида и тут тоже открываются очень интересные два факта. Давайте обратим на это внимание. Мы вновь сталкиваемся с духовными поисками Давида. Он ищет Бога, он спрашивает напрямую у Бога. Мне нравится, как он беседует с Богом. Он говорит, «Господи, ты почему скрываешь от меня лицо? Вот видишь, у меня муки». И муки интересно, что это душевные муки, тоска в сердце происходит. То есть он переживает, что он может без присутствия Бога умереть, но и вновь оно заканчивается надеждой. Он доверяется Божьему милосердию. Это повторяется здесь несколько раз как параллелизм. Вот Божье милосердие. Знаете, я когда читаю этот псалом, я не вижу здесь, что Давид находится в какой-то такой сложной ситуации. Вы знаете, иногда Бог, ну, скажем так, Давид несовершенен, я из этого схожу, как и я. И Бог его тоже хочет чему-то научить. И возможно, это как раз-таки тот момент, когда Бог учит Давида. Что ему нужно что-то изменить в своем сердце. Что он должен как-то по-другому смотреть на то или иное обстоятельство. И вот это такой духовный поиск, через который, ну, я в своей жизни тоже не раз проходил. Когда кажется, что Бог молчит, он лицо свое скрыл, ты мечешься, ты не понимаешь, что делать, как оно должно быть, почему оно должно быть. Но Бог держит паузу. Это было в случае многих библейских героев, чтобы ты пришел к какому-то осознанию. И в конце вот мне нравятся слова. Я на милость твою уповаю. На милость. Когда уповают на милости? Когда понимают, что за душонкой что-то есть. Вот я так для себя воспринял этот псалом. Этот псалом мне очень нравится тем, что вообще Давид, он очень искренен с Богом. Понимаете, он ничего не скрывает. Он просто его напрямую спрашивает. Доколе, Господи? Вот доколе я буду вот так мучиться и страдать, и вот эти все проблемы, вот враги надо мной, доколе? И этим вопросом он становится, знаешь, как бы очень близко к Богу, а не как друзья. Понимаешь? И здесь мы видим его взаимоотношения с Богом настолько глубоки, что даже невзирая на вот эти проблемы, вот последний стих 6, он говорит, но я все-таки уповаю на твою милость. Потому что Давид знает характер Божий. Ихние взаимоотношения на протяжении многого долгого времени, они настолько выстроились, что даже когда проблемы, переживания, трудности, Давид изливает свою душу, но он понимает, что спасение и милость только от Бога приходят. И он доверяет ему полностью и говорит, я же уповаю на твою милость и только от тебя приведет спасение ко мне. Слушайте, ну мы уже сегодня говорили, что Бог открывается, ну я как минимум говорил, что Бог особенным образом открывается нам в моменты переживаний, трудностей. Ну почему именно это является тем самым таким вот сильным рычагом? Ведь если взять сейчас людей, которые пришли к Богу, то я уверен, что большинство из них пришли именно какой-то период особенных переживаний, это были или эмоциональный стресс, переживания, или какой-то поиск смысла жизни, или же физические какие-то страдания, болезнь, там развод или еще что-то. Ну то есть именно в таких обстоятельствах, почему это так действует и работает? Вот даже Давид, мы видим, почему он решил написать этот псалом вообще? Да, потому что переживает какие-то трудности. Да, но с другой стороны, посмотри, что случилось с ним, когда у него был достаток, благополучие, врагов не было, войны не было, что случилось с ним? Он упал в грех. И что он тогда псалм и писал, когда было хорошо ему? К сожалению, нет. Это природа человека, к сожалению, вот такая природа человека, что когда хорошо, мы очень часто, и это проблема, страшная проблема, мы забываем о Боге, мы забываем о Его милости. И ты правильно сказал сегодня? Мне это понравилось, что да, мы живем, слава Богу, в стране, где мир, где есть достаток, все, но мы собираемся, мы молимся, мы славим Бога за те благости и милости, которые Господь дарует нам каждый день. И наше сердце должно переполняться полной радостью, потому что Господь с нами, Господь дарует нам эти все блага и милости. Мы не заслуживаем ни одной капли из этого. Бог только по своей милости дает. И если мы будем помнить это в хорошие времена, то когда придут трудные времена, ты уже это упомянул, мы будем держаться за ту же самую руку, когда мы и держимся и в благоплощные времена. Но вы знаете, это к чему еще приводит? Люди начинают думать, что если у моей жизни все хорошо, то может это нехорошо. Ну потому что мы видим, о чем пишут псалмы, большинство из них, как мы уже сказали, это о страданиях, это какие-то переживания и так далее. И вроде кажется, что верующий человек, он всегда должен пребывать вот в таком состоянии. И когда сегодня даже наша молодежь поет песни, ну или псалмы, будем так говорить, то их псалмы больше там о Божьей любви, о Божьем всемогуществе, о его там, вот как он велик. И старшее поколение, которое пережило вот как раз страдания, гонения и так далее, они до конца не могут понять, ну что это за песни? У них смысла никакого нет, нет никакой души, никакого переживания. Вот если там бурью гонимая церковь Бога вечная, вот тут же смысл какой. И мне кажется, что тут тоже самое. Вот если псалмы о трагедии, о переживаниях, то вот это очень близко к Богу. А если псалмы о любви, о прощении, о принятии, ну то это как-то уже не так глубоко. Мне кажется, если ответить на вопрос, который вы как бы, не знаю, задали, не задали, что если со мной что-то не происходит, может быть со мной что-то не так, как христианинам, да? Это интересный вопрос. И даже недавно слышал, кто-то говорил, по-моему, психолог, один из, там делал семейную лекцию, говорит, что если муж с женой никогда не ссорятся, они не настоящие. на самом-то деле у них нету вот этих точек, они с друг другом, они могут быть живут, я не знаю, если они решили так жить, но вот эта вот интимность, вот эта вот душевная, вот эта вот даже полностью, которая притирается, где больно, где мы ссоримся постоянно, но потом перестаем, потому что мы уже притерли, этого нет. Мне кажется, что не то, что я по факту говорю, но бывает христианин, который никогда не испытывает никаких испытаний, он живет в иллюзии, такой церковно-культурной, такой вот пузыре, который построили, он пришел, отпел, ушел, и он никогда не знает, что такое, может быть, он по-настоящему не христианин, я не знаю, может быть, Бог еще готовит этого человека, нам нельзя судить так, нам нельзя судить такого человека, но стоит задуматься о том, что Господь, а на самом деле, если у меня было, не было с тобой отношений, если у меня было с тобой таких глубоких соприкосновений в беде, как я отреагирую? И говоря, в общем, вот отвечая на этот вопрос об опыте, это в любом деле, вот если мы занимаемся бизнесом или даже вот в жизни, чем сложнее ситуация, чем ты увереннее чувствуешь себя в другой ситуации, например, если такой сложный кейс или там сложная какая-то работа, когда ты ее пережил, ты очень комфортно себя чувствуешь в других, и даже вот, когда маленькие беды подходят опять, ты уже к ним так не обращаешь внимания, как бы ты обращал внимание на другое, так что опыт соприкосновения с Богом дает нам опыт, и мы комфортнее себя чувствуем при бедах, которые меньше, ну и это переживем, говорим, и это пройдет, как постарше люди говорят, и это пройдет, как бы мы это не понимаем, молодые иногда, нас выносят все это, нам переживания, и это пройдет, и не понимаем, почему такое спокойствие, почему такой покой мир, потому что это уже все было. Я по своему опыту скажу, что я пришел к Богу именно когда у меня в жизни были сложности, и я благодарен тому, что он это все допустил, у меня была очень сложная ситуация, вот, и если бы не эти обстоятельства, наверное, я никогда бы так серьезно ко всему этому не отнесся, ну, именно к Богу, к Его вести, к следованию за Ним, то есть грех делает все возможное, чтобы у нас не было времени, о серьезном подумать серьезно, поэтому Господь допускает в нашей ситуации в жизни такие ситуации, которые нас побуждают хорошенько подумать и сделать какие-то выводы, но когда мы уже принимаем Иисуса Христа и начинаем следовать за Ним, то эти сложности, эти трудности, они воспринимаются уже в другом ракурсе, вот, поэтому мне, как молодежи, очень часто хочется петь песни о Божьей любви, о Божьем прощении, о Божьей милости, и не потому, что бурями носимыми не нравится, нет, я помню, как мы были во многих европейских костелах, где мы вспоминали служение, пионеров, вальденсов и других, и мы пели этот псалом, и он звучал, да, вот, но в контексте моей сегодняшней жизни, в контексте того, что другие говорят, а Бог, он злой, он вот ищет недостатки только постоянно, он как-то не принимает вас, вот, и люди этого мира, ну, пытаются его задобрить, придумывать там разные самоправедные дела, мне нравятся вот эти псалмы, потому что они отражают мое внутреннее состояние, и оно и у Давида в этом псалме таком, несмотря на сложности, что буря кругом, все бушует, он все равно доверяется милости Божьей, вот мне хочется доверяться милости Божьей, и насчет спящих христиан, друзья мои, ну, мы тоже бывает, мы на чуть приснем, но я еще не встречал в своей жизни такого человека, в жизни которого бы вообще все было прям всегда гладко, он просто делает вид, что оно гладко, всегда есть ситуация, вот даже мы, живем все хорошо, но ты просыпаешься утром, и тебя гложет вопрос какой-то, и ты с Богом начинаешь вступать вот в такое противоречие, сколько будет это продолжаться, Господи, почему, зачем, вот так, и он через это тебя учит, спасибо, то есть не наличие болезни, или финансового недостатка, или проблема в взаимоотношениях, оно формирует твою близость к Богу, можно быть, можно иметь все, но вопросы тебя все равно будут волновать, потому что мы ищем, ну, как мы говорим, смысл во всем, а в общем смысл в жизни, да, и если этих отношений, как Илья сказал, если в этих отношениях даже нету ссоры, никогда, то я задамся, а что же это за отношения вообще, как у нас это все получается, ну, то есть, есть ли в этом жизнь, ну, то есть, вопросы возникают всегда, вопросы возникают всегда, и если кто-то скажет, аж, ну, может же запросто кто-то из зрителей сказать, вот, нашли там о чем разговаривать, да, едят досыто, спят в теплых постелях, как Илья сказал, едут на хороших автомобилях и о чем-то там рассуждают вот если посмотреть африку индию китай корея до обстоятельства которые сегодня в украине где война и так далее да друзья но мне кажется что долина смертной тени у каждого может быть своя и в тот же же момент псалом благодарности может срываться с уст человека который очень сложных обстоятельствах поэтому сложно судить о духовности человека потому какой псалом он поет он поет или какой псалом он пишет и мне кажется что при любых обстоятельствах нам надо искать бога павел скажет другом месте что всегда радуйтесь за все благодарите потому что вот такова воля божья а нас я других не судить да хотелось бы сказать самому себе если бы я смотрел этот выпуск лет десять назад я был бы переживал нужно учитывать духовную инфантильность или вот в рост потому что когда например мы только пришли к богу а каких испытаниях вообще можем говорить но так что если кто-то нас слушает и понимает что у него никаких серьезных проблем нету это не 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 а не означает на самом деле что там что-то не так с духовным просто не все пришли у каждого свой уровень как роман сказал так что если бы я слушал себя как бы меня бы этого за я бы переживал так что нужно учитывать тоже еще уровень где мы с богом еще находимся хотелось бы тоже упомянуть спасибо ваши братья за ваши мысли это было очень интересно потому что ну вот во свете тех псалмах которые мы читали истории которые мы рассматривали мы могли опять посмотреть на нашу с вами жизнь в минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть одну молитву чудную твержу я наизусть такими словами начинается один из псалмов современных пускай слова из книги псалмов всегда будут для нас поддержкой и вдохновением и даже если они не всегда позитивны даже если они не всегда на мажорной ноте они всегда о боге а его участие его роли в нашей с вами жизни я верю он нас никогда не оставляет и всегда будет вести своей рукой до конца давайте мы обратимся к нему молитве господи мы благодарны за то что сегодня размышляя над этими историями и жизненными историями твоих героев мы можем брать для себя уроки какими бы ни были обстоятельства ты всегда рядом ты всегда ведешь нас ты наша надежда и наше упование я благодарю тебя еще раз еще раз господи за то что ты таков помоги чтобы мы это никогда не забывали могли говорить об этом тем людям которые сегодня оказались в очень сложных обстоятельствах но не знают еще тебя господи спаси и сохрани каждое твое дитя на этой земле молим и просим все это во имя иисуса христа аминь аминь